Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке самопознания. Сегодня на уроке мы постараемся раскрыть понятие честность, человечность, бескорыстие. Давайте-ка, ребята, на свете честно жить. Со смелыми, правдивыми всем хочется дружить. Ребята, сегодня я приглашаю вас совершить удивительное путешествие в сказочную страну на ковре-самолете. Сядьте поудобнее, можете закрыть глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов, выдохов. Расслабьтесь. Представьте, мы уже в полете. Наш ковер-самолет начинает медленное снижение. Остановитесь на мгновение и оглядитесь вокруг. Страна эта удивительная и прекрасная. В ней по-особому светит солнце любви и заботы. Переливается радуга доброты. Здесь растут волшебные деревья, доверие, уважение. Цветут дивные цветы радости, счастья. Люди говорят друг другу слова любви. В этой стране живет много маленьких волшебников, удивительно похожих на вас. Взрослые люди этой сказочной страны любят маленьких волшебников за их добрые сердца. Почувствуйте эту любовь в своем сердце. Направьте свет любви всем своим родным и близким. Пусть они ощутят вашу любовь, и она согреет их своим теплом. Мысленно пожелайте всем здоровья, добра и счастья. Скажите нежные слова любви. Оглянитесь вокруг еще раз. Глубоко вздохните аромат любви. Пора возвращаться. И вот мы на месте. Сохраните в себе свет любви и добра. Откройте глаза и улыбнитесь. Ребята, на прошлом уроке мы изучили слова назидания Абая Кунадбаева. Подумайте, честный ли вы человек. Прочитай и отметь те вопросы, на которые ты можешь ответить «Да». Сделай вывод. Ребята, послушайте высказывание знаменитого, великого казахского поэта и писателя Абая Кунадбаева. Сущность человека составляет любовь, справедливость и душевность. Как вы понимаете смысл данного высказывания? Сегодня мы познакомимся с произведением еще одного великого казахского поэта, писателя, прозаика, переводчика, историка и философа Шакарима Кудайбердиева. Жизнь Шакарима Кудайбердиева является примером бескорыстного служения людям. Он мечтал, чтобы мы стали добрыми, честными, образованными и трудолюбивыми. Прослушайте отрывок из его произведения «Сады подснежников». В стародавние времена правителем одного города был некий человек по имени Кужаш. Жестокий, не знающий милосердие. Не зря получил он от своего народа прозвище Душегуб. Однажды, прослышав об исцеляющей силе старца, прибывшего из Багдада, Кужаш обратился к нему. «Благослови меня на добрые дела». «Послушай», — сказал Сталин, — «человеку при рождении дается одна натура». «Приобретенные им привычки — вторая натура. У тебя есть прекрасная возможность измениться в лучшую сторону. Но избавиться самому от дурных привычек для такого всемогущего лица, как ты, невозможно. Если желаешь послушать, расскажу тебе притчу. Может быть, она поможет тебе исправиться». «Эта притча гласит», — начал Сталин, — «что однажды разбойник остановился в пути и прилег отдохнуть. В это время мимо него проходили три человека. Узнав разбойника, один из них сказал, — «Если этот злодей проспит до вечера, многие избегнут его козни. Хоть бы он и завтра не проснулся», — добавил второй. А третий молвил, — «Хоть бы он и вовсе никогда не просыпался, тогда бы люди навсегда избавились от него». Разбойник, услышавший их слова, задумался. «Говорят, мнение трех человек равносильно мнению всего общества. Эти трое хотят избавиться от меня. Если человечество считать одним цельным телом, то каждый человек является органом этого тела. Когда болит один из органов, страдает все тело. Я и есть тот больной орган, от которого страдает народ. Мне нужно немедленно покинуть мой народ или прекратить свои злодейства». После этого, — гласит притча, — он перестал разбойничать. «Почтенный кужаш, а не всемогущий чудотворец. Моя сила заключается в том, что я иду праведным путем и даю людям добрые и полезные советы». Эта притча и есть мой совет тебе. Приняешь его, значит, освободишься от своих пороков. Знаю, основой хорошей жизни должны стать честный труд, совестливый разум и искреннее сердце. Закончил свой рассказ старец. Ребята, а теперь давайте попробуем ответить на вопросы. В чем, по мнению Шакарима, смысл жизни человека? Правильно. По мнению Шакарима, смысл жизни человека — это честный труд, совестливый разум и искреннее сердце. Какими же качествами должен обладать человек, имеющий искреннее сердце? Молодцы. Добротой. Честностью. Добропорядочностью. И человечностью. Встречались ли вы в своей жизни с такими людьми? Ребята, а сейчас я предлагаю вам выполнить творческую работу. Соберите пословицы из двух частей. Давайте проверим. Тот человек хорош, который с добром знается. Без хорошего друга не узнаешь своих ошибок. Восхвалять себя — напрасный труд. Если ты хорош, и так поймут. Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный. Молодцы, ребята. Все справились с этим заданием. Предлагаю выполнить следующее задание. Выберите слова о честности, человечности и бескорыстии. Смелость, доброта, мудрость, безразличие, доверие, добросовестность, воровство, грубость, справедливость, отзывчивость, трудолюбие. Проверяем. Смелость, доброта, мудрость, доверие, добросовестность, справедливость, отзывчивость и трудолюбие. Молодцы, ребята. Ребята, вот и закончился наш урок. Я желаю вам найти свое предназначение в жизни и быть честными, человечными и бескорыстными. К следующему уроку выполните задание номер 2 на странице 16. В словах назидания Абая Кунанбаев размышляет о смысле жизни, дает советы молодежи, раскрывает значение нравственных качеств человека и их роль в его судьбе. Прочитайте советы поэта, объясните их смысл. Продолжение следует...